Наступает осенняя пора, и каждый садовод-огородник готовится произвести максимальное количество дел, которые принесут свои плоды по весне. Но не только собрать урожай, но и подготовить грядки, убрать овощи на хранение и произвести осенние работы в саду. В саду, как и в огороде, необходимо выполнить ряд мероприятий. Подготовить деревья и кустарники к зимнему периоду. Внести необходимые удобрения. Произвести ряд посадок, которые в будущем сезоне порадуют нас высокими результатами. На все нужно время, поэтому не стоит растягивать удовольствие. Давайте приступать! Черная пятница в питомнике растений Экоплант. Это растение по себестоимости, без посредников и без переплат. Огромная трехдневная распродажа, чтобы приобрести абсолютно все для вашего сада. Скидки более 90% и до 5000 покупателей в день. Так что поторопитесь! Будем ждать вас три дня! В Москве по адресу Округ Красногорск, деревня Ильинская Усова. В Санкт-Петербурге по адресу поселок Осиновая Роща, улица Колхозная, 3. Итак, поговорим про базовые этапы ухода за садом осенью. Шаг первый. Решаем, что делать с листьями. Убирать сад от листьев или нет – дело вкуса хозяина. С одной стороны, опавшая листва защищает корни деревьев от заморозков, удобряет землю и подкармливает полезных дождевых червей. С другой стороны, в листьях зимуют паразиты и бактерии. Если в сезон деревья переболели мучнистой росой или паршой, возбудители болезней могут остаться на листьях. Их точно нужно убирать с участка. Быстро справиться с осенней уборкой поможет воздуходувка. С ее помощью можно собрать листья и легкий садовый мусор в аккуратные кучи. Некоторые модели работают не только на выдув, но и на вдув, а некоторые способны измельчить листья и ветки в удобрения. Более бюджетный вариант – это грабли. Давайте посмотрим, какие есть экземпляры в нашем магазине. Самые лучшие грабли для уборки листьев – это веерные. Они хороши тем, что у них большая рабочая поверхность и длинные эластичные зубцы. Обязательно обращайте внимание на длину черенка, чтобы при работе у вас не болела спина. Подписывайтесь на наш канал. Мы создаем крупнейший профессиональный канал садовой тематики в ютубе. Шаг номер два. Напоследок скосить траву. Слишком высокая трава после заморозков приляжет и помешает образованию новых побегов. Поэтому в конце октября ее необходимо скосить. Справиться с работой поможет газонокосилка или триммер. Газонокосилки пригодятся для открытых ровных участков. Триммеры используют на неровных и труднодоступных участках. Вдоль заборов, бордюров и стен, под скамейками вокруг деревьев, клумб и т.д. Газонокосилки и триммеры бывают бензиновыми, сетевыми и аккумуляторными. Первые для стандартных шести соток слишком тяжелые и мощные. При работе со вторыми может мешать провод. А третьи ограничены временем работы аккумулятора. Шаг номер три. Обрезка деревьев. До первых ночных заморозков нужно успеть произвести обрезку. В это время останавливается вегетация, рост и развитие деревьев. Обрезка не провоцирует рост новых побегов, а срезы быстрее заживают. Если не успеть вовремя, древесина станет слишком хрупкой и обрезка будет для нее травматичной. Для работы с тонкими ветками диаметром 1-2 см подходят секаторы. Они бывают плоскостные и контактные. В чем разница? Плоскостные делают чистый срез, поэтому ими можно обрезать как сухие, так и живые побеги. Контактные секаторы могут травмировать волокна, поэтому подходят только для сухих веток. Также можно использовать для обрезки сучкорезы. Как вы видите, они гораздо крупнее секатора. За счет большой поверхности рабочей и за счет более длинной рукоятки вы можете приложить больше усилий и, соответственно, справиться с более толстыми ветками в диаметре 10-15 см. Для работы на высоте потребуется высоторез. Благодаря ему вы сможете обрезать крону деревьев без использования стремянки. Высоторез справится с толщиной веток 20-15 см. Посмотрите другие видео о декоративных деревьях и кустарниках с подборкой рекомендаций экспертов на нашем канале. Ссылка в правом верхнем углу и в описании под видео. Я рада знакомству с питомником растений Экоплант. У него есть растения на все вкусы и это самые популярные и редкие виды. А также всевозможные породы деревьев и сорта кустарников. Благодаря им мы можем наслаждаться красотой как на даче, так и в городе. Желаю вам искренних успехов и интересных творческих идей. Ваша Тамара Глоба. Шаг номер 4. Избавиться от садового мусора. Когда все ветки отрезаны, а листва собраны, приходит время садового измельчителя. Он перерабатывает растительные отходы в мульчу, которую можно сыпать на дно теплых грядок или отправлять в компост в перемешку с другой органикой. Садовые измельчители предназначены для переработки листьев, веток, сорняков и травы. Легче всего перерабатываются свежесрезанные ветки. Сухие гораздо сложнее измельчать ножами, поэтому их допустимый диаметр меньше. Чтобы мусор не разлетался по саду, лучше выбирать модели с контейнерами. Шаг 5. Опрыскать деревья на зиму. После листопада деревья и густы нужно обработать от паразитов и бактерий. Для этих целей вы можете использовать медисодержащие препараты. Например, препарат Абига Пик. Это контактный фунгицид широкого спектра действия. И еще есть один препарат, который называется ХОМ. Для нанесения жидких препаратов вам понадобятся опрыскиватели. Они бывают двух типов. Ручные и бензиновые. У нас в магазине представлены опрыскиватели ручного формата. Они таким образом, я думаю, работают. Имеют плечевой ремень. И, собственно говоря, очень хорошо подходят для дачи. Второй вариант – это бензиновые опрыскиватели подходят для парков, скверов и ферм. Посмотрите, как ваши любимые звезды ухаживают за своими участками. Какие деревья высаживают и с какими трудностями сталкиваются. Ссылка в правом верхнем углу и в описании под видео. Обрабатывать растения нужно в сухую безветренную погоду, до наступления первых морозов. При опрыскивании обязательно соблюдайте меры безопасности. И не забывайте использовать резиновые перчатки, очки и респираторы. Обработанные пестицидами листья нельзя использовать в качестве компоста. Но вы можете пойти другим путем, их сжечь и удобрить грядки золой. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Мы рассмотрели особенности ухода за садом и огородом осенью. Надеемся, что эта информация поможет вам определиться с выбором и получить прекрасные результаты. А если у вас остались вопросы, обязательно задайте их в комментариях. Наши специалисты ответят каждым. С любовью и заботой о вашем саде, Софья и питомник растений Экоплант. В октябре 21-го, 22-го и 23-го черная пятница снова. Экоплант скидки ниже 90%. Экоплант удивляет всех своих клиентов.